Уважаемые коллеги, я начну нашу пескоприенцию по итогам матча «Цельска-НВА», первого матча нового сезона. С нами главный тренер Костей Василий Красёв, Игорь Василий Николаевич. Ну, наверное, такое двоятое впечатление. Обидно, что проиграли. Ну, наверное, третьей, четвертой четвертью в целом я остался доволен. Ребята просто выше биться, биться. За каждый метр, за каждый клочок он сразу принесло какие-то результаты. Выигрывает «Цельска», пытаясь просто что-то забить, еще развивать, но с довольно-таки низким процентом. Не умирает защита. Это невозможно. Вот комплекс минус 20, он, прежде всего, благодаря чему стал возможен. Что получилось? Только защита. Мы стали останавливать где-то нападение «ЦСК», потому что, ну, не секрет, что главное наше оружие пока – это быстрый переход. Позиционные, наверное, все-таки не настолько мы разнообразны. И после того, как мы начали отбиваться и где-то брать подбор, у нас получились быстрые переходы. И нападение мы сыграли по тем шаблонам, которые мы тренировали, то, что мы говорили. Мы зашли в зону агрессивно. И после этого где-то забили там некоторых девочков, опять же, не с таким процентом, с которым мы должны забивать. Понятно, что, чтобы обыгрываться из карты в концовке, нельзя делать такие потери, которые мы сделали. И, конечно, надо понимать, что надо делать в концовке. Понятно, что надо было где-то идти на фолл в большей степени, да, не пытаться выиграть там трехочков. Ну, это работа. Я думаю, что мы должны не одну такую игру проиграть, чтобы действительно ребята, пройдя эти концовки, проиграв эти концовки, начали выигрывать. Вы, насколько я помню, первая опция, вторая опция, вот такие категории. Не любите в них забираться, да? Но вот тогда по игре Дани Касаткина сегодня что надо сказать? Он выгоден как первая опция для МБА. Да, Дани сделал очень хорошую работу и в защите, в первую очередь в защите. Он выполнил установку по нападению, и когда он делал то, что ему говорили, да, делал с агрессией, даже не забивая, это приносило пользу. Ну, опять же, вот этот немножко юношеский максимализм, то есть выиграть игру, где-то там проскальзывали немножко вещи такие, мальчишеские, да. Но мы играем в ЦСКА, и вот даже за небольшие отрезки вот этого мальчишеского нас наказывают. Спасибо. В этом процессе восстановления для наших игроков, для наших игроков, для очень важных игроков, потому что мы были уничтожены от Жан Шарл, Солстаковича, Тримбул, но сегодня я рад, что они начали играть. Мы были две половины, как мои коллеги говорят, в первой половине. И в третьей половине я думаю, что мы играли хорошие баскетболы, но в конце концов мы позволили противникам получить какие-то соревнования, чтобы сделать трех-поинт-шотки, и мы были в конце концов, поэтому мы должны анализировать эти типы ситуации, и не позволяйте их прекратить. Это самый важный урок для сегодняшнего игрока. И у нас есть длинная дорога перед нами, и мы должны провести прогрессы на велосипеде. Прежде всего, важно, что для нас был процесс восстановления наших термированных игроков, Жан Шарля, Тримбул и Остаковича. Я рад, что они снова в строю и играют. Как сказал коллега, были две разные половины этого матча. В первой половине, и в первой половине, и в начале третьей четверти мы показывали хороший баскетбол. Затем позволить сопернику взять несколько подборов нападений, попасть в Тухачковую, и вернуться в игру, и прийти к сложной концовке. Надо проанализировать то, что произошло, и не повторять этого снова. Но у нас впереди долгая работа, и долгая дорога, и мы не помещаем. Остальные четыре пять десятилетияikat. Молык. Субтитры создавал DimaTorzok